смотрите друзья это как бы обычный тротуар это как бы жилой домик дом двухэтажный а вот здесь окна жилого дома прям залиты асфальтом вот так то есть это реально жилой дом и там реально жилые комнаты но такая необычная обстановка находимся мы сейчас на улице жарова и как раз добро пожаловать в сегодняшний выпуск а это нас улица футбольная то есть вот эта улица футбольная которая начинается прям здесь здесь улица почтовая и мы сейчас с почтовой выходим на почтовый проезд идем все ближе ближе к центру идти буквально чуть-чуть совсем чуть-чуть по времени можете прям по карте посмотреть идем и сейчас в сторону площади пушкина и как раз эту площадь скоро мы и увидим а здесь начинается почтовый проезд кстати обычно знаете есть улица есть проезда обычно проезда уже чем улица а улица шире чем проезда а здесь наоборот сейчас мы идем с почтовой улица вот это почтовая именно улица а вот это широкая дорога широкая трасса это уже почтовый проезд как-то так но к примеру обычно я не знаю к примеру взять какую-нибудь улицу улицу ангелов взять проезд ангелов то проезд это как бы такая более малая версия к улице а еще как я замечал проспекты обычно шире чем улица кстати вот кислайк смотрите вот рыжий кислайк он разгрузите ему там кучу лайков нашему кислайку здесь у нас идет мост только я таки не понял над чем идет мост перила все это указывает что это мост возможно когда-то здесь а была река обычно такие мосты как раз проходят либо надо рекой либо над железной дорогой дороги железной здесь нет автомобильной тоже нет есть тропиночка судя по тому что там видите такая лужа там уровень воды уже начинается о чем это говорит это говорит о том что возможно когда-то здесь была река когда не опустился уровень воды и поэтому был построен этот самый мост кстати напишите еще в комментариях какие здесь у вас есть парки скверы площади кроме площади пушкина но и зимой куда можно зайти погресса тоже напишите так сейчас мы пройдем через этот самый проезд пройдем через проезд а вот как раз нам загорелся зеленый свет и идем на улицу ржарова как раз я и увижу эту самую площадь днем весной сегодня конечно по градусам не такая уж и весна не такая уж и весна плюс 10 градусов и вот здесь кстати смотрите какой-то мостик снова мостик здесь еще заметил много каких-то загадочных мостов или что-то такое вот куда мы сейчас идем это что такое это мост или не мост а вот дорога над чем-то возвышен здесь по сути ожидалось бы увидеть какой-то подземный переход но нет это только спуск здесь вот такое крепление ограждения от дороги чтобы земля не отсыпалось а здесь кстати домик жилой здесь по сути двухэтажный здесь первый этаж вот здесь второй этаж вот как-то так а необычное такое расположение очень необычно здесь тоже въезд но въезд в тупик там тоже какой-то судя по всему жилой двор так хотя никак не обозначается этот въезд никаким другим названием кроме как улица жарова то есть к этой улице это все и относится это мне вот напоминаю знаете но к примеру взять тот же самый курск наверно лет двадцать назад что-то примерно такая же обстановка наверное если взять именно конкретно центра города то есть я имею ввиду по жилым домам по расположению про то что где как располагается вот это прям очень и очень впечатляет я обычно люблю какие-то такие обстановки которые максимально отличается от московской я здесь этот самый город иваново удивил по-своему вот тоже домик смотрите двухэтажный а первый этаж прямо в земле аж но я говорю я здесь возможно когда-то был другой уровень земли или что это или как но вот новый дом как раз таки над этим уровнем земли по уровне земли построен тут видно то что строился прям даже по окнам видно то что вот смотрите окна прямо за бетонированы сейчас давайте прям посмотрим кстати первое что на заметку всем остальным и не только москвичам а городским жителям есть колонка с водой вроде бы бесплатно и да вот здесь получается колонка с водой бесплатно можно попить воду я такое не видел уже наверное лет как раз 15 здесь это есть это на заметку всем остальным требуйте от своих мэров от своих правительств чтобы вам тоже делали так ну и вот этот самый домик я хотел показать как раз асфальтом окна за деланное итак здесь край площади пушкина это драм-театр а сейчас именно отсюда я пойду по а ленина и до площади революция так сейчас я прям засниму как выглядит драм-театр снаружи идем в сторону проспекта ленина судя по всему это мы уже здесь сейчас мы упираемся как раз за дорогу именно этот проспект как раз таки и есть проспект ленина по которому сейчас я дойду до площади революции ну что ж вот этот проспект ленина есть центральная улица города иваново и как раз сейчас посмотрим сейчас посмотрим какая здесь обстановка днем весной дорогу перекрыли дорогу перекрыли для бегунов то есть здесь сейчас будут бежать те кто а участвуют в забеге я поэтому по перекрытой дороге сейчас ходить нельзя в том числе и для своей же безопасности сейчас конечно начинается начнется вся кульминация проспекта ленина кто-то он идет такой за воротом и по этой прямой по этой прямой сейчас и будет да 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 а где самый центр центра она да понял и вот по этой прямой мы увидим самый центр центра здесь у нас общественный забег и как раз мы видим обстановку перед началом забега вон уже первые бегущие которые попадают к нам в кадр так что дальше возможно что то еще увидим а вон там бегущие уже в ту сторону бегут а непонятно это они в конце или в начале она именно вот эта улица является центральной я главное перепутал в том выпуске я говорил то что пойдем к искать наших а у меня еще со вчерашнего так отложилось то что площадь пушкина ну вот площадь пушкина сегодня тоже по моему даже кем-то было сказано то что площадь пушкина сейчас звоню до романа оказывается не площадь пушкина а площадь революция так что вот теперь через проспект ленина как раз хороший повод пройтись до площади революция и заснять всю обстановку именно на центральном проспекте конечно охота еще погулять но я думаю о если время останется прогуляемся если не останется то тогда уже снова сюда приедем чтобы понаблюдать так что пишите в какое время вы бы хотели увидеть в том числе и эти места зимой летом днем ночью но и пишите местах которые вы бы хотели увидеть и как я уже неоднократно объявлял пишите вопросы которые бы вы хотели чтобы я озвучил прохожим ладно сейчас я перезапущусь вот здесь площадь пушкина как раз начнем с этого момента потом посмотрим парк в прошлом видео я как раз заснял фонтан пойдем давайте на звук что там происходит глянем там судя по всему еще что то есть туда идет народа и оттуда тоже выходят в толпами давайте посмотрим так 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 вот это то что мы сейчас где мы ходили а до этого это драм театра драма котические театра снаружи сейчас поднимемся наверх я посмотрю как раз какая там обстановка и попробую кого-то разглядеть так здесь тоже много народа здесь судя по всему проходит какой-то забег стартует вот оттуда забег и куда-то по какой-то траектория ладно полез вверх подписка на канал до скорых встреч продолжаем с проспекта ленина идем в сторону площади революции смотрите какая здесь акция шоурума если съешь шоуруму а за две минуты то шоурума бесплатная вот такой прикол а вот еще каждая седьмая шоурума бесплатная видели ну да когда бы я еще увидел здешние центра если не сегодня если не сегодня если не сегодня так здесь как я понимаю и стартует забег он там даже надутые все эти моменты так и теперь к гляну где здесь это самая площадь революции это тут а и а и и и и так что-то прям уже сорвалась стабилизация что это означает это означает то что батарейка уже села о стабилизатора так что не знаю как долго я еще до смогу снимать я судя по всему как я понял на ту сторону здесь и так уж и просто пробраться так давайте поснимаем алекс фитнес рекламирует фитнес-клубы так интересно как бы нам теперь пробраться на ту сторону начиная рот продолжаем с этого же места вот здесь от площади точнее от улицы оленевского ленина проспект парад становись на торжественное открытие восемьдесят восьмой традиционной легкой атлетической эстафеты шагом марш и и и and и и и и и і и Направо, становись, равнись, смирно, равнись, на середину. Уважаемые представители оргкомитета, участники 88-й традиционной легкоатлетической эстафеты «Рабочий край», посвященной 77-й годовщине победы Великой Отечественной войны, построен для торжественного открытия соревнований, командующий парадом Немков Никита Сергеевич. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия 88-й традиционной легкоатлетической эстафеты «Рабочий край». Шаг за шагом, из года в год, из поколения в поколение мы передаем эстафету традиций и любви к родному городу. Эстафету, связывающую воедино наши сердца от прошлого к будущему. Традиция приведения этого массового праздника была положена в 1933 году. С тех пор ежегодно в начале мая эстафета собирает огромное число ивановских спортсменов, любителей и болельщиков. Орг. Комитет по подготовке эстафеты приветствует ивановцев и гостей нашего города! В параде открытия принимает участие клубы любителей бега «Автоградовец», который уже завершил пробег по маршруту эстафеты, команды общеобразовательных школ, учреждений профессионального образования, вузов, предприятий и организаций города Иваново. Разрешите представить почетных гостей в церемонии открытия 88-й традиционной легкотетической эстафеты «Рабочий край». Глава города Иваново Владимир Николай Ишкарева. Начальник, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области Ольга Львовна Дмитриева. Президент Ивановской городской области Организации ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов, полковник милиции в отставке Николай Иванович Быстров. Президент Ивановской области спортивно-общественной организации Федерации легкой атлетики Владимир Леонидович Нитрасов. Слово для приветствия учебного власти с поспортом и новой логической эстафеты «Рабочий край» и гостей праздника предоставляется главе города Иванова Владимирову Николаевичу Шарькову. Дорогие друзья, поздравляю всех на замечательные события, как и всегда в нашем городе, где его замечают на нем замечательные спортивные события, как эстафеты. Я поздравляю всех на замечательные события и желаю вам поддерживать поддержку. Спасибо вам. Выводе 85-го полиционно-отократические дискотекторы, друзья, работники считаются отрывами. Выводя звучит им Российской Федерации, Равнение Махмар. Так, ну вот здесь Федоровская церковь-часовня. Равнение Махмар. Равнение Махмар. Сегодня в нашем городе праздник, во всей стране сегодня день вестей труда. Я поздравляю с этим праздником и желаю счастья, всем всем, 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 всем всем. А здесь администрация города. Вот это здание. А памятник жертвам расстрела Иванова. А, даже нет. Вот это борцам революции 1905 года. А жертвам расстрела вон тот квадрат. Сейчас покажу. Жертвам расстрела антивоенной демонстрации Ивана Вознесенских рабочих 10 августа 1915 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok